Приобрести европейский ребризер за 10 тысяч долларов для многих российских дайверов не по карману. Поэтому пять лет назад в Конфедерации подводной деятельности России совместно с Валерием Мухиным был сконструирован отечественный и доступный аппарат Афалина. Его уникальность заключается в том, что аппарат можно перекомплектовывать в зависимости от опыта и роста потребности дайвера. Сначала он покупает простой аппарат, недорогой, который позволяет ему совершать простые погружения. По мере роста навыков дайвера, по мере роста его требований, он докупает необходимое оборудование, устанавливает его, и аппарат становится более сложным, более востребованным, вплоть до самых сложных погружений на большие глубины, до 100 метров. С тех пор, как появилась первая модель, в разных регионах страны стали проводиться обучения. Дайверы погружаются с аппаратами разного типа, в зависимости от своего опыта погружений. Вдох делается из дыхательного мешка, выдох направляется обратно в этот мешок через специальный фильтропоглотитель, который очищает углекислый газ. А кислород в зависимости от типа аппарата подается либо по замкнутой системе, либо электронным модулем. Вчера у нас проходило пробное плавание с дельфинами, и мы обратили внимание на ту особенность, что из-за тем, что аппарат работает по замкнутому циклу, и при своей работе он не выделяет пузырьков газа, он абсолютно бесшумен. Дельфины подходили и воспринимали всех участвующих в этом семинаре, как тоже жителей этой водной среды. Это было удивительно. Обычно весь подводный мир боится выхлопа воздуха. Здесь было наоборот. Флагман отечественной серии аппаратов для дайвинга опробовал и обладатель мирового рекорда по прохождению подводных пещер без использования акваланга Владимир Федоров. Он уже без труда собирает и разбирает афалину, но пока использовать аппарат в путешествиях не спешит. Сначала надо к нему привыкнуть, приобрести некоторый опыт, потом уже... Пещерная специфика достаточно сложная, поэтому пока в ближайшее время надо наплавать хотя бы, я думаю, часов сто хотя бы к нему привыкнуть, потом уже будет видно. Поэтому пока планы не строим. Автономность аппарата и теплый газ, который помогает комфортно перенести пребывание в холодной воде, любители подводного мира из Москвы, Сочи, Ижевска, Ямало-Ненецкого автономного округа и Украины уже оценили по достоинству. А участие в сочинском семинаре позволило им получить право на обучение других дайверов.